Друзья, всем привет! Сегодня у нас будет немножечко необычный видеоролик. У нас сегодня появляется Redmi Note 5. Он еще у меня появился в позапрошлом году, но к сожалению руки до него все никак не доходили. И суть сегодняшнего видеоролика вам показать, что на него можно поставить MIUI 14. Хочу вам показать, что он вывозит эту оболочку вместе с 13 андроидом. Да, конечно не так, как это было раньше на старых прошивках, но все же, если у вас где-то завалялся Redmi Note 5, не спешите его как-то продавать или же вообще на него забивать, потому что его можно реанимировать. Но если вам это интересно, заваривайте себе чаек и мы с вами начинаем. Что же, это устройство в свое время наделало ну очень много шума, ну по правде говоря, да и в целом мой канал начинался именно вот, ну в частности с этого аппарата. Всевозможные прошивки, всевозможные там мануалы, гайды, ну и так далее. Все это было благодаря этому смартфону. Почему он? Да потому что в свое время, ну как бы адекватное там соотношение цены, качества там процессор, ну и так далее. Но как бы, понятное дело, есть такое понятие, как политика обновления устройств. И как бы это устройство, ну несколько потерялось и уже вот как энное количество времени не обновляется. Последнее обновление, которое на него было, по-моему, это MIUI 11. Если я не прав, поправьте меня в комментариях. Или же MIUI 12, которое на него как бы-то рассылалось, но потом его отзывали. Так вот, смотрите, у нас действительно Redmi Note 5. Устройство очень классное, вот как бы эти вот еще скругления всем известные. И получается, я думал, это устройство не будет вывозить эту оболочку. Но хочу вам сказать, что вместе с 13-м андроидом это все дело весьма возможно. Вот, пожалуйста, даже я вам демонстрирую, что это действительно у нас 13-е ведро, а не просто там какая-то, знаете, build probe, ну и тому подобное. Вы меня спросите, что это за прошивка и вообще, как эту всю историю поставить. Это XTBI UI прошивка. Мы вот поддерживаем это устройство и установка только через TWRP. И получается, никаких там подмен, три точек, ну и так далее, вы проделать не сможете для установки данной прошивки. И сразу хотел бы сделать еще такой акцент, что тут есть остаточное изображение. Вот вы, получается, его можете наблюдать. Я надеюсь, что в процессе этого видеоролика оно вам особо мешать не будет. Ну и давайте пройдемся о том, что же это устройство вообще может нам позволить ощутить в плане MIUI 14. Получается, самое первое, что, наверное, бросается в глаза. Мы выходим из приложения и тут есть анимация сворачивания стокового приложения, то есть анимация иконки. Ну, хочу сказать, что немногие аппараты на сегодняшний день могут похвастаться данной темой, но это устройство все же вот именно с данной прошивкой может таким похвастаться. Следующая история, это, конечно же, новые папки, которые доступны для того, чтобы их редактировать. Да, еще как бы можно отметить, есть некоторые такие, знаете, подмигивания, ну и тому подобное. И да, берем во внимание, что для этого аппарата нет каких-либо официальных исходников для MIUI 14 и вот некоторые баги все же могут у нас встречаться. Но для пользования в целом достаточно. Это устройство у меня уже давно на MIUI 14 и в целом могу отметить, что для повседневого этого аппарата будет за глаза и этой прошивки. Так вот, по поводу папок. Мы также можем эти все папки менять и функционал тут у нас этот будет присутствовать, что вы сейчас можете наблюдать на своих экранах. Конечно же, у нас есть и MIUI звонилка и контакты и сообщения, потому что многие переживали насчет этого, что вот он в MIUI 14 либо вернут MIUI звонилку, либо же нет. Тут как бы этот вопрос у нас сразу был решен, что как бы MIUI звонилка по стандарту все это добро у нас будет тут именно работать. Что же касается обоев, друзья, тут в целом есть все то, что необходимо для такой улучшенной кастомизации вашего смартфона. Да, это не то, что было в MIUI 12, в MIUI 11, но в любом случае, как бы, почему бы и не попробовать. Конечно же, там и шрифты можно всевозможные менять, ну и так далее. Так, вы можете заметить, что оболочка, ну, не особо та и как-то лагает и фризит. То есть, ну, в принципе, пользоваться ею можно комфортно. Ну, сразу говорю, что, понятное дело, тут никаких у нас 120-90 Гц нет, тут у нас по умолчанию будет 60 Гц. Но, понятное дело, что этому устройству уже сколько времени. Ну, и поэтому, как бы, и на этом спасибо, что оно в таком состоянии у нас работает. Получается, одна из таких главных фич этой прошивки, это кастомизированный рабочий стол. Что он позволяет нам сделать? Ну, во-первых, тут есть всевозможные настройки скорости анимации, потом далее, там можно вообще вся анимация отключить, чтобы устройство не подвисало, не лагало. Потом можно выбирать либо лента виджетов, настройки ленты виджеты, там, поисковики, ну, и так далее. Еще самое такое интересное, это вид меню недавних. Допустим, это в стиле iOS. Мы, получается, выставляем вот такой стиль iOS, размер карточки, потом горизонтальные карточки, ну, и так далее. Можно еще делать размытие в недавних, но, по правде говоря, уже это устройство будет нагибаться, когда всевозможные размытия мы этим с вами активируем. И вот, смотрите, мы сейчас в недавние с вами выходим, и стиль iOS у нас такой будет наблюдаться. Допустим, хотите какой-то дополнительный функционал приложениям, пожалуйста, устройства, разделения, плавающие окна. И, как вы знаете, некоторые стоковые обновления, они ограничивают устройства, но вот благодаря таким портам, они, эти устройства, играют новыми красками. Поэтому, вот, в плане рабочего стола, также интересная и прикольная тема. Что еще можно интересного найти? Это, конечно же, специальные возможности. Допустим, если вы не следили за историей, которая связана там с MIUI 14, со всеми этими приклюхами, ну, и так далее, хочу вам сказать, что можно расширять оперативку по таким вот некоторым компонентам, то есть 0.5, 1 гиг, 2 гига. Но от себя рекомендую вам все же эту опцию не использовать, потому что из-за этого быстрее флэш-память будет убиваться. Ну и, как бы, тут вы, опять же, понимаете, что не все так хорошо, как нам рассказывается. Да, конечно, есть некоторый функционал, который в целом урезан. Это, там, допустим, какие-нибудь плавающие окна, в плане как сам раздел. Но если мы просто выходим, получается, в недавние, удерживаем на приложение, выбираем плавающее окно, оно у нас просто будет открываться. Потому что это устройство уже вот некоторые такие фишки MIUI 14 и MIUI 13, понятное дело, вывозить не будет. Что еще есть интересного в этой прошивке, да и что можно попробовать на Redmi Note 5, это новый центр управления. И да, тут есть и плеер, и Mi Smart Hub, и Smart Devices, и плеер, который рабочий. Ну, наверное, владельцы Redmi Note 5 могут просто мечтать о таком на своем устройстве, потому что, вспоминая то, как обновляли этот аппарат, и то, как на него с MIUI 12 просто забили, но, конечно, наталкиваются некоторые мысли, что, как бы, Xiaomi это сделала осознанно. Что касается еще одной такой основной фишки MIUI 14, которая тут есть, это виджеты, конечно же, и это устройство также позволяет нам всю эту историю почувствовать и попробовать на этом аппарате. И вот мы можем таким образом всю эту историю с вами делать. Ну, и смотрите, как бы, вы сейчас все в прямом эфире наблюдаете, то есть особых таких подглючиваний, подвисаний, ну, не наблюдается. Да, устройство нужно некоторое время, чтобы подстроиться под эту прошивку, ну, там, ну, может, ну, с пару часиков. Получается, этот аппарат у меня давненько с данной прошивкой находится, вот, смотрите, активный режим 303 часа, и вот только сегодня я его поставил на зарядку для того, чтобы вот для этого видеоролика его подготовить. Так что, друзья, могу сказать, что если у вас Redmi Note 5, то это еще не приговор, потому что как раз это класс того устройства, которое можно, ну, разблокировать, с которым можно поиграться, кастомы поставить, ядра какие-нибудь поставить, ну, и попробовать как бы вот что-нибудь такое новенькое и интересное. По поводу камеры также, возможно, вы меня спросите, что с ней, как она работает, возможно, аппарат снимает как, не знаю, там, Xiaomi 12, Xiaomi 13, ну, сразу хочу сказать, что нет, но в любом случае, получше тут вся будет эта история с фотографиями, нежели это реализовано было в стоковой прошивке. Потому что, насколько я помню, тогда еще когда-то делал видеоролик про Google камеру, про ТВРП, про патчи, все возможные. Здесь же по умолчанию установлена самая актуальная версия камеры, с новыми, там, библиотеками от других аппаратов, ну, и которые позволят на данном смартфоне выжимать годные снимки. Что же, друзья, в общем, Redmi Note 5, как вы видите, до сих пор живой. Он вполне себе вывозит 13-й Android, что весьма очень интересно, хотя для того, чтобы всю эту историю адаптировать, ну, нужно было немножечко, знаете, так, потратить время, пораскинуть мозгами, чтобы оно работало. Но конечным результатом лично я доволен, потому что действительно аппарат, ну, заиграл новыми красками. То есть те, кто говорят, что вот, там, поддержка прекращена, вот, все, на этом как бы нужно ставить крест, там, выставлять на вторичку, ну, и так далее, я с ними не соглашусь. Потому что это устройство вполне очень, даже как при своих спецификациях, вывозит эту новую Mi A14 вместе с 13-м Android. Если вам история интересна с этим аппаратом и с вот этой прошивкой, то в описании она будет также продублирована. Вы сможете зайти, посмотреть, почитать о ней и так далее. Ну, и также, возможно, если вам будет интересен контент по этому смартфону на канале, дайте также об этом знать в комментариях. Ну, а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.